Народ 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 Я до войны кончил учительский институт. Пошел потом, когда с института закончил, работал учительом, меня призвали в армию. Я остался живой потому, что я никогда перед боем никогда не помолился. Я всегда молился Богом. Наверное, Бог сохранил меня. У меня погибло, у нас было шесть братьев. Четверо, трое не вернулись. Я и еще один остались только живые. Я понял, что такое война, когда меня уже выпустили из училища и прислали на формировку в город Елец. И я там зашел в госпиталь. Вот тогда, когда я уже увидел искалеченные человеческие тела, вот тогда я понял, что такое война. Войну я встретил под Брянск. Нас привезли на фронт. Целая дивизия. Дивизия наша была очень плохо вооруженная. Это были прозывники Могилевской области. Но мне туда было 19 лет. Оказывается, везли нас в Иран. Тогда Персия называлась. Немцы хотели высадить десант. И чтобы войзойти в тыл. И вот нашу дивизию хотели бросить туда. Два полка прошло. 870-й и 868-й. А наш полк отрезали. На станции Камарин немцы высадили десант. И мы остались. И так мы оказались в окружении. 866-й стрелковый полк. Ну и вот началась, как говорят, уже не позиционная война, а началась и партизанская война. Будет из окружения, мы уже не могли. И так был тогда приказ Сталина, чтобы воинским частям, которые попали в окружение, не выходить из окружения, а действовать на той территории, переходить к партизанской войне. Ну и вот так я остался на оккупированной территории и воевал. Воевал в 42-м году. Была сильная блокада. Наши члены разочинили. Выйти из окружения мы никак не могли. И я пришел на родину, в корму, чтобы воевал в этом отраде. А потом я попал уже в Западную сюда. А как я в Западную попал? Когда я был на задании, возвращался и зашел в деревню Старогрод. Переночевали. Мы вдвоем были. Мы шли на задание и возвращались. И утром я сидел в одной квартире, там двоюродная тетя была. И мне хлопец был, Борис. Я зашел, мы сидели, кушали блины. Вдруг открывается дверь, и немец на пороге. Ком. Сколько тебе лет? Спрашивает. Я тогда еще был, я вообще был небольшого роста. Я 18. Ком. Ная Бориса спрашивает, тебя сколько? Он говорит, 15. Ком. Ну и выгнули нас на улицу, стояла машина, и в этой машине уже было полно людей. Они оказываются, перед тем, как отступать, окружили, все деревни окружали, и забирали всю молодежь, чтобы не было резерва. Ну и так привезли нас в Рогачев, посадили на поезд, товарняк, а там уже был полный, не только мы были, там уже было со всей Беларуси, из тех районов, которые смогли, они собрали. И привезли нас в Белосток. Ну, в Белостоке нас загнали в Лаер, где были военнопленные. Военнопленных уже не было, все пленные были уничтожены, и нас туда поместили. И дали, значит, работу на аэродроме. Мы ходили на аэродром работать. Ну, я видел, когда я попал туда, я говорю, все мало кто знакомый был. Я начал приглядываться хлопцам, молодые еще. Ну и я начал тоже действовать так, как я действовал и в корме. Создавать подпольную организацию. Ну и создал я подпольную организацию в количестве 13 человек. И мы бежали с этого лагера. Попали в бригаду господица Калиновского. А потом меня перевели в отрат «Звезда». И до конца войны я уже воевал в отрате «Звезда». Соединились мы 21 июля 44-го года. Потом, когда соединились да, перед этим как соединиться, нас отобрали 20 человек. и уже командование знало, что я офицер, лейтенант. Назначили меня командиром этой группы. И отправили на дорогу Кринке Соколка сделать засаду и потревожить немцев. Вот здесь мы, значит, сделали засаду, разгромили немецкие группы немецких машин заложили сразу мину. Мина взорвалась, начали по них стрелять. Много побитых было, немцы утихли. т.е. Тяжелый путь прошли. Может и вы и хотите что-то пожелать подрастающему поколению? Я бы хотел, вот что, чтобы Вы не видели того, что пришлось видеть старшему поколению. Я хотел бы, чтобы над вами всегда было голубое небо, ясное, ласковое солнце, чтобы вы учились хорошо, чтобы вы приобретали специальности, необходимые для нашей Родины, для всей страны, чтобы вы, она и так сейчас неплоха, уже нельзя сказать, вы не видели ни той жизни, которую я видел, вы уже сейчас, можно сказать, живете хорошо, нормально живете. Ну, я, например, очень хорошее мнение о Лукашенке, это настоящий белорус, настоящий человек, он любит свой народ, любит свою страну, ну, и любите вы, старайтесь, что делать для счастья своей Родины. Мы хотим преподнести вам цветы, поблагодарить вас за мирное небо над головой, и счастливое детство, и пожелать вам здоровья и долголетия. Всего вам самого, самого доброго. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, я хотел бы сказать, что вас осталось мало ветеранов, седых, боевом и сыровым строю, шальные осколки, старые раны болят, напоминая войну. И в ежегодной весенней перекличке не отзовется один-то другой, товарищ ответит, ушел он навечно в инорми и покой. Но знамя победы, поднятое вами над черным ростагом в Берлине тогда, весной, в году 45-м, закреплено прочно и навсегда. Но я хотел бы от имени ветеранов войны пожелать нашей молодежи, первое, чтобы достойно вели себя в обществе, чтобы хорошо учились и своей учебой достигли высшего образования. И получив высшее образование, могли нас, наше поколение, заменить в высших верхах нашего государства. А также желаю, чтобы никогда над Белоруссией не было войны, чтобы всегда было чистое и голубое небо, чтобы смеялись наши дети, чтобы им радовались родители. И всего хорошего. Дай Бог, чтобы все было в нашей жизни, и чтобы Беларусь всегда расцветала, была свободной Родиной для нас. Спасибо. Так пусть никогда не будет войны, пусть над нашей республикой Беларусью будет всегда числое, светлое, голубое небо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова